МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Доброе утро, наверное, с 6, до 11 где-то. Добрый день, ну, из 12, соответственно, до 3. Остальное добрый вечер. На самом деле доброго утра желают до 12 часов дня. Добрым днем приветствуют до 18.00, а после наступает время доброго вечера. При этом важно помнить, встречи обычно не обходятся без рукопожатия. Смысл древнего обычая подавать правую руку, показать, что в ней нет оружия. При знакомстве первым подавать руку должен тот, которому представляют другого человека. Женщина-мужчине старше младшему. Правила хорошего тона диктуют правая рука, социальная. В нее нельзя чихать и кашлять. А дамам не рекомендуется носить сумку на правом плече. Если вы присутствуете на коктейле или фуршете, бокал с напитком всегда должен находиться в левой ладони. Тогда правая будет готова к сухому и теплому рукопожатию. Дамы здоровые с ней снимают перчатку, если она не шерстяная или меховая. Мужчины при рукопожатии остаются в перчатках, но если один из них снимает свою, то другой обязан повторить его жест. Никогда не оголяется только одна рука, освобождать нужно обе. И следует помнить, принятый в странах СНГ и на Западе приветственный жест уместным считают не везде. Да, по работе довольно-таки часто приходится встречаться с представителями восточной культуры, такими как Япония, Китай и Юго-Восточная Азия. При приветствии мы ограничиваемся легким поклоном или кивком головы, так как в восточной культуре не приветствуется рукопожатие. Лично я при приветствии представителей Японии или Китая стараюсь не протягивать первую руку, дождаться, пока он это сделает, для того, чтобы не поставить его в неловкое положение. Согласно светским законам знакомства, даму никогда не предлагают. Это означает, что женщине всегда представляют мужчину. Однако бизнес-сфера вносит свои поправки. Здесь пол, как критерий, отступает на второй план, а на первый выходит должность. При знакомстве младший представляется старшему, человек с более низкой должностью – вышестоящему. Для многих имеет значение имя. То есть имя человека – это самый важный, самый приятный звук на любом языке. Кстати, это сказал Дэйл Карнеги. В бизнесе его советы, они канонизированы, то есть они очень помогают. Когда несколько раз я называю его имя, ну, в беседе или в процессе общения, я чувствую его доброе расположение к себе. Которое с каждым разом все более возрастает. В деловой сфере женщина приветствует входящего сотрудника или сотрудницу, вставая, если новоприбыши значительно выше по должности. В случае опоздания на обед или деловую встречу нужно иметь в виду одну из самых распространенных ошибок. Не здоровайтесь в первую очередь со своими друзьями, со старыми знакомыми или просто с людьми, которых хорошо знаете, оставляя при этом без внимания всех остальных. Хозяин дома или руководитель должен представить вас всем одновременно и усадить на свободное место. Бывают случаи, когда я не запоминаю имя собеседника, ну, либо я не расслышал. В таких случаях, а мне надо его с кем-то представить или познакомить. В таких случаях обычно я представляю им инициативу, я просто подвожу их, знакомлю и говорю, познакомьтесь, пожалуйста. И делаю паузу, тем самым даю им возможность самим познакомиться, ну, проявить инициативу. И это как бы срабатывает. При обращении к официальным лицам, имеющим государственный статус или воинско-дипломатическое и религиозное звание, как правило, обходится без упоминания имени. Говорят, господин президент, господин премьер-министр, господин генерал. Этикет предусматривает и такую примечательную деталь. Обращаясь к официальному лицу, обычно его немного повышают в должности. Так подполковника именуют господин полковник, посланника господин посол, заместителя министра, господин министр. Деловые люди говорят, успехи бизнесмена процентов на 15 зависят от его профессиональных знаний и процентов на 85 от умения общаться. Поэтому, встретив на улице знакомого, которого вы не очень любите, все же поприветствуйте его. Ваш имидж только выиграет. Это была программа Этикет. Становитесь успешнее вместе с нами.